Разные авторы по-разному классифицируют биткоины. Чаще всего встречаются варианты криптовалюта, виртуальная валюта, цифровая валюта, электронная наличность. Биткоины могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платежные системы, обменные пункты или непосредственно между заинтересованными сторонами. Комиссия за проведение операции назначается отправителем добровольно. Размер комиссии влияет на приоритет при обработке транзакции. Обычно программа клиент подсказывает рекомендуемый размер комиссии. Транзакции без комиссии возможны и также обрабатываются, однако не рекомендуется, поскольку время их обработки неизвестно и может быть довольно велико. Одна из главных особенностей системы – полная децентрализация, нет центрального администратора или какого-либо его аналога. Необходимым и достаточным элементом этой платежной системы является базовая программа клиент, имеет открытый исходный код. Запущенные на множестве компьютеров программы клиенты соединяются между собой в одноранговую сеть, каждый узел которой равноправен и самодостаточен. Невозможно государственное или частное управление системой, в том числе изменение суммарного количества биткоинов. Заранее известны объем и время выпуска новых биткоинов, но распределяются они относительно случайно среди тех, кто использует свое оборудование для вычислений, результаты которых являются механизмом регулирования и подтверждения правомощности операцию в системе биткоин. Субтитры создавал DimaTorzok